Таджикистан В Мачинском районе местные имам Хатыбы примут участие в строительстве двухэтажного офиса для правящей партии Народно-демократической партии Таджикистана НДПТ. Об этом сообщило радио ЗАДИ. Строительство двухэтажного здания в Мачинском районе обойдется в 500 тысяч самони – 50 тысяч долларов. Часть средств была предоставлена имамами и собрана за счет пожертвований и оплаты религиозных услуг. Также, кроме возведения здания, имамы Мачинского района обещают завершить строительство дороги, ведущей от ближайшего шоссе к новому офису НДПТ. Наблюдатели отмечают, что таджикские проправительственные имам Хатыбы всячески стараются угодить режиму, оказывая ему поддержку, и порой их подобострастие доходит до абсурда. Так, например, в сентябре прошлого года имамам в городе Шаартуз поставили задачу отреставрировать статую Владимира Ленина. Позже имамы заявили, что сделали эту работу добровольно и за счет средств, пожертвованных прихожанами. По данным Министерства экономического блока Таджикистана, по-прежнему основными видами экспортных товаров являются алюминий, сырьевой хлопок-волокно и электроэнергия. Об этом пишет информационное агентство АВЕСТА. По вопросу диверсификации экспортного потенциала, независимые эксперты и государственные ведомства говорят уже более двух десятилетий. Однако в этом вопросе заметных изменений не наблюдается. К примеру, ранее была принята программа развития экспорта до 2015 года, которая не была реализована. Согласно этой программе, к этому сроку экспорт товаров должен был превалировать над импортом, и дефицит торгового баланса должен был быть устранен. Однако до сих пор объемы импорта товаров в три раза превышают объемы экспорта. Напомним, что согласно статистическим данным, Таджикистан наторговался 101 страной мира. Однако импорт товаров из 88 стран превалирует над экспортом. Кроме того, из 55 стран осуществляется только импорт без экспорта товаров. По мнению экономистов, пока что отсутствуют какие-либо предпосылки на уменьшение доли импорта. И в ближайшем будущем объем импорта будет только расти. В селе Жанны Пахта Суклукского района Чуйской области учениц в хиджабе не пустили в школу. Об этом сообщает Аки Пресс со ссылкой на брата одной из учениц школы. Данную инициативу руководство школы также поддержали в Министерстве образования и науки. Правительством утверждены рекомендации к школьной форме, включая белый верх, черный низ. Законом об образовании установлен светский характер обучения в образовательных организациях, сообщили в ведомстве. С девочками, носящими хиджаб, руководство школ проводит разъяснительные работы, добавили в министерстве. Корреспондент Хабархо обратился за комментариями к журналистке из Кыргызстана Перезад Кыргызбаевой. Проблема заключается не в том, что школьницы или учителя одевают хиджаб. Это нормально для стран, у которых 90% населения составляют мусульмане. Проблема заключается в тех, кто их не пускает в школы или в госучреждения, ссылаясь на светскость государства. Основная масса этих людей, застрявшие в коммунистических взглядах люди, и не совсем понимают или не хотят понимать, что такое светскость и демократия. Или еще хуже, эти люди вуалируют свои антиисламские взгляды за светскостью и используют это как борьбу против ислама и его атрибутики, выдавая свое мнение или предпочтение за закон. Бывали случаи, когда девочек в платках выгоняли из школ, оставив их мокнуть под дождем. Задевалась честь учениц перед всем классом и школой. Разве это педагогично и законно? Если мы посмотрим на те государства, у которых вся их система построена на светскости, то мы видим, что ношение хиджаба в школах или в госучреждениях для них не является проблемой. Из этого проблему делают наши правители. Поэтому на сегодня родители девочек и учителя в хиджабе, думаю, сами должны научиться отстаивать свои шариатские права, дабы исполнить обязанность перед Аллахом и быть стойкими в этом. Редактор субтитров А.Семкин